Недоношенный ребенок Олистах медицинских учреждений Ульяновской области Об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасая жизни» Единственная в регионе, одна из первых в стране, школа заработала на базе Ульяновской областной клинической больницы чуть больше полугода назад Проект представляет собой курс лекций, где медицинские специалисты рассказывают и наглядно показывают, как выхаживать свое крошечное чадо Для этого здесь есть все Вот, например, луги Это искусственные руки, которые обеспечивают круглосуточный тактильный контакт матери-ребенка А также здесь есть специальные кресла, которые тоже особенные Они обучают методики кенгуру Тимур Мансурович, расскажите, пожалуйста, как появилась такая возможность, чтобы школа у нас открылась и сколько мамочек уже прошло обучение? Школа пациента открылась с 1 января 2017 года при поддержке благотворительного фонда «Право на чудо» И за это вот время в нашей школе проучилось уже более 400 мам Мы обучаем мам, самое главное, это методикам ухода за ребенком В особенности недоношенным, вскармливанию Неотложной терапии То есть, если вдруг что-то возникнет, неотложная ситуация А это может быть остановки дыхания, повышение температуры, развитие кишечных колик, судорожный какой-то синдром Как поступить в этой ситуации, чтобы и ребенку оказать своевременную помощь, и чтобы мама тоже не растерялась Сначала детей, родившихся преждевременно, выхаживают в больнице Там младенцы пребывают достаточно длительное время в специальных боксах Когда вес малыша достигнет двух килограммов, то его выпишут домой Главное для такого ребенка создать условия в точности, как в утробе матери В реанимации они у нас находятся все в катетерах и пытаются ухватиться за эти катетеры И поэтому вот скандинавами разработана такая методика, что им специально готовят осьминожки с щупальцами Как бы с такими ножками, за которые ребенок постоянно хватается, теребит их И тем самым как бы возвращается в те внутриутробные условия Для этого же существуют еще и гнезда Это специальное устройство, которое имитирует полость матки Если мама кормит грудью, понятно, что недоношенный ребенок не может самостоятельно кушать И поэтому есть так называемая методика непитательного сосания Вот это для них очень важно Это улучшает развитие, это улучшает впоследствии исходы Это адаптирует маму к ребенку сразу же И поэтому мама, врач и ребенок начинают работать в одной команде И это всегда приносит хороший результат К занятиям в школе, к самому процессу обучение могут, а по-хорошему и должны присоединяться также главы семейства Когда объединяется мама, когда объединяется папа Когда мама чувствует тыл, что папа с ней заодно, что он не напугался, что он готов к этому И вот в этот момент как раз-таки у нас идут положительные результаты И вот как раз-таки для этого служит методика кенгуру Которая разработана не только для мам, она разработана и для пап тоже То есть папа может прийти и точно так же осуществлять эту методику кенгуру То есть выкладывание ребенка непосредственно на тело родителей И в этот момент происходит не только их общение А вот это вот сам по себе контакт Вот это согревание родительским теплом Вот это ощущение ребенком сердцебиения родителей Наверняка и годовалая Ангелине помогает справляться со всеми трудностями Сила воли и любовь ее родителей Наталья Клементьева родила свою долгожданную дочку раньше срока Ввиду незрелости кишечника ребенок не мог усваивать пищу У малышки потребовалась операция После одного хирургического вмешательства последовало другое Девочки поставили диагноз – ретинопатия Семью отправили на операцию в Казань Уже от нас зависело с мужем жизнь ребенка, так скажем Когда ты находишься в больнице, тебе безопасней С тобой все врачи, тебе даже медсестры Большинство медсестры помогают Они подскажут, и все И когда ты приезжаешь домой, естественно, у тебя паника Я вообще сразу начинаю, так скажем, психовать Нервничаю, муж меня все время успокаивает Вот благодаря ему это все Мы ее так вот выхаживали, ну, вырастили Казалось, малышка оправилась Родители вздохнули с облегчением Но на пути вновь образовались трудности со здоровьем Ребенок стал кашлять Кашлять стал, кашлять Она и до этого чуть-чуть кашляла Но мы заметили, что у нее кашель получился мокрый, влажный Она отхаркнуть не может Мы, естественно, с мужем на следующий день Бегом едем на Радищеву в поликлинику В приемном покое нас быстро-быстро, так скажем, открыли нам все двери Прибежала уже большая реанимация И говорят, что вы не видите, что ваш ребенок вот бледный Но мы и заметили, что она бледная Уже она на последнем вздохе была Естественно, у мамы такие ощущения, что вот сейчас, не дай бог, ребенок умрет Вот эти вот мысли никогда не покидали Никогда, но верили, верили, что будет все хорошо Из-за проблем с дыхательной системой Крошечной ангелине необходимо отводить мокроту с помощью электроотсоса Чтобы обеспечить организм кислородом и не задохнуться Процедура не из приятных, но малышка привыкла и совсем не плачет Не надо обижаться на врачей Они спасают жизнь каждому ребенку И также желаю мамочкам Сколько детей, пока мы лежали, я сколько детей видела Со всякими диагнозами Но не надо отказываться от детей Не надо опускать руки Просто нужно взять себя в руки И делать все возможное, чтобы спасти своего ребенка Счастливые родители признаются, что в будущем хотят видеть дочку врачом Чтобы она также боролась за жизнь маленьких детей Как делала это когда-то сама Огромная благодарность Сергею Ивановичу, нашему губернатору Морозову За то, что мы обращались с мужем за помощью То, что нам нужен был дорожный электроотсос Так как мы гуляли также на улице Ездили в больницу Вот это вот мокрота, вот это вот хрип И нужно было очень быстро-быстро просонировать Стоит он дорого Сто тысяч То есть у меня нет бы таких возможностей приобрести Сергей Иванович Морозов выделил нам эти денежки Приобрести дорожный электроотсос Но есть только одно но Мы его не приобрели Так получилось Потому что когда на эти сайты начинаешь звонить Еще, конечно, помощь у меня ко всем Может мне помогут Когда начинаешь на эти сайты звонить Они сразу спрашивают предоплату То есть нужно эти сто тысяч сразу перевести А где гарантии сто процентов, что они придут Вот за это я очень переживаю и боюсь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok